Дорогие друзья, в эфире интернет-портал радиоцентра Сангейтс, у микрофона Михаил Мелехов, руководитель центра. И сегодня у нас на связи человек, с которым мы уже встречались, мы с ним провели несколько программ. Человек достаточно известный в медицинских руках и не только. Это человек, которого зовут Игорь Иванович Ветров, который является практикующим врачом, ведет огромную консультативно-научно-исследовательскую работу, которую обучался у знаменитых мастеров Востока в Индии, Китае и Тибете. Сегодня доктор Ветров является одним из ведущих специалистов в области аюровидической тибетской медицине, мармотерапии, фитотерапии, астропсихологии и сигнаторологии, а также в мантрах минералотерапии и звукотерапии, которые называются традицией Ганхарва-Видии. Игорь Ветров, руководитель центра Тханвантари, основатель этого центра в Санкт-Петербург, Россия. Напомню, Тханвантари это аватар, бог, который пришел на Землю дать медицинский аспект или аюровиду. Ну и в то же время Игорь Ветров является проректором по научно-клинической работе Санкт-Петербургского государственного института аюровидической медицины. Оказывается, вот у вас в Санкт-Петербурге есть такой институт аюровидической медицины. Здравствуйте, Игорь. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Майк. А что это вот такое за институт аюровидической медицины? Это официальное учреждение или это какая-то там, скажем... Но, к сожалению, пока что в России, как и во многих других странах Запада, европейских, американских странах, аюровида еще не стала частью системы здравоохранения. Поэтому аюровида не может пока быть самостоятельным направлением в медицине, но она вполне вписывается в направление восстановительной медицины и реабилитации, а также профилактики заболеваний, геронтологии. Поэтому в свое время, это было середина, ну где-то 2005 год был, удалось, мы много лет к этому шли, удалось благодаря поддержке правительства и ректора медицинской академии имени Мечникова создать этот институт. То есть этот институт не имеет... Он государственный, но он как связан с этой академией, да, то есть он является частью этой структуры. И те студенты, которые заканчивают шестилетнее обучение, они могут пройти трехлетнее, дополнительно трехлетнее обучение и получить такой диплом по восстановительной медицине, где прописаны не только аюрведическая, но и китайская, тибетская медицина, реабилитация, гомеопатия, там и многие другие вот направления натуропатии, да. Вот, это вот... И плюс, конечно, еще этот институт занимается тем, что он проводит более коротковременные курсы в объеме 504 часа для практикующих врачей, те, которые решили себя связать с натуропатией, да, то есть лечат натуральными методами, да, то есть не используя фармакологию или используя фармакологические средства только как средство оказания скорой и неотложной помощи. Понятно, хорошо, спасибо. Игорь, скажите, пожалуйста, что для вас вообще является аюрведа, и вы, в принципе, имеете классическое образование, вы врач современной западной медицины, вы имеете диплом, понятно, вы обучались и в военно-медицинской академии также. Вот как вы сочетаете принципы аюрведы в западном мире, будучи действительно врачом клиническим, что ли? Я рассматриваю аюрведу как достаточно широкое направление, которое включает в себя не только медицину, а и любые направления, которые могут привести человека к гармонизации. Сейчас мир дисгармоничен, если мы возьмем даже на уровне семьи, на уровне социума, на уровне биосферы, и задача аюрведы как раз-таки привести мир в гармонию. То есть, конечно, мы рассматриваем аюрведу не как индийскую какую-то науку, хотя она в Индии действительно сохранилась лучшим образом. А как направление, которое может практиковаться людьми, даже не знающими слово аюрведу, но у них есть желание изменить вот это пространство, нашу биосферу, сделать ее, поднять ее на более качественный уровень, на более чистый уровень, на более благородный. Ну, вы имеете в виду окружающее пространство, вы упомянули биосферу, но поскольку человек является частью этого пространства, мы не существуем отдельно где-то в обществе, не только в обществе, а в рамках, скажем, Земли, в рамках биосферы. То есть, имеется в виду, таким образом, изменяя все наше окружающее пространство, мы изменяем себя или все-таки нам надо начинать с себя? Или аюрведа об этом говорит? Это зависит от предназначения каждого человека. То есть, первое, что делает аюрведа, это определяет с помощью методов астропсихологии, пальмистрики, то есть, или ее по-другому называют еще хирологией, слово хиромантия мы не очень любим. Вот, хирология и сигнатурология. Мы определяем способности человека, мы можем определять их уже с детства, но если с детства это не было возможно, это можно сделать в любой период времени, даже в старости человек может поменять свой вектор развития. И есть люди у нас, ну, как бы скажем, есть люди, которые рождаются миссионерами, у них действительно какие-то глобальные задачи. А есть те, у которых миссия в рамках, там, может быть, одной страны, или в рамках одного города, там, или деревни, своего рода. Но у каждого есть, вот я хочу сразу сказать, то есть, согласно Айурведе, у каждого есть свое предназначение, и если ты знаешь свое предназначение, ты можешь как раз вот эту лепту внести, то есть, ты можешь изменить мир в соответствии с этим предназначением. Поэтому первая задача, да, она связана именно как раз с выявлением. Простите, изменить мир? Ну, не всем дано менять мир. Есть индивидуумы, которые могут действительно менять мир, но таких, ну, единицы. И все-таки человеку хотелось бы для начала, ну, как я понимаю, быть здоровым. Мы же все-таки, Айурведа, это большая часть, это медицинский аспект все-таки. Так, а с чего начать? Как вы это делаете в вашем центре, поскольку он называется Тханвантари, еще раз повторю, Тханвантария, это Бог, который пришел на землю дать Айурведу. Как вы объясняете людям, как вы их лечите, если можно выразиться? Ну, если быть точным, Тханвантария, это посланник Бога, потому что Бог, он один, да? Мы называем его Господь Тханвантарий, но имеется в виду, что он просто посланник высших миров. А его называли греки Асклепием, допустим, да, или Скулап, это все имена одной и той же личности. Так вот, я хочу сказать, потому что вы спросили, а вот нужно начинать с себя ли, или нужно начинать с других? Так вот, я сказал, что есть люди, которые просто-напросто имеют, если человек миссионер, он не имеет права, не то, что не имеет права, он может это сделать, тогда он не сможет выполнить свою миссию. То есть, например, в медицине, да, есть известные такие выражения, значит, одно, они противоположны, не противоположны, заметьте. Одно звучит так, врач исцелися сам, да, то есть, или там лекарь исцелися сам, ну вот. Потому что какой ты, к черту, лекарь, если ты сам больной на весь там и все. Вот, это одна точка зрения, а есть другая. Сгорая сам, святи другим. Но вот если у человека эта миссия, когда он не должен думать о себе, ведь, например, если мы возьмем Иисуса Христа, он совершенно не думал о себе. Он совершал определенный подвиг, или какие-то мы возьмем каких-то святых, которые приходили. В этом случае, и поэтому также, если взять представителей Аюрведы, то здесь могут быть люди, которые действуют либо как миссионеры, тогда они не должны думать о себе, особо уже о них позаботиться свыше. Все равно, пока они будут выполнять свою миссию, с ними ничего не случится. А есть те, кто работают на каком-то более маленьком уровне, тогда они, конечно, должны быть примером. Примером гармонии. Ну, скажем, каждая женщина должна быть примером гармонии и с точки зрения физической, и с точки зрения психологической, и с точки зрения духовной. Она должна нести эту чистоту в окружающий мир. То есть это маленький пример, но он показывает, что да, в этом случае все начинается с одного человека. Ну, а в том смысле, что каждый человек вносит свою лепту, это правда. Вы знаете, по поводу первого, когда лекарь не имеет права, конечно, лечить людей, если он сам больной. Ну, хорошо, это мы говорим сейчас о миссионерах, о врачах, ну, а вот о нас, простых таких, не понимающих ничего. Мы просто всего лишь хотим быть здоровыми. Мы не знаем, миссия у нас, вот действительно, миссия у нас быть здоровым. Ну, вот расскажите, как, с какими проблемами люди приходят к вам по поводу здоровья и как вы внедряете методы, если вы внедряете методы аюрведы именно в нашем западном мире? Мы считаем, что человек, который обратился за помощью, мы не можем отказать никому. Даже если этот человек будет твой враг, он придет и попросит тебя помощь, ты должен ему помочь. Даже если этот человек тебе будет там неприятен или еще что-то, все равно ты должен его принять. Но одно дело оказать ему неотложную там или скорую помощь, другое дело взять этого человека как своего пациента. Потому что если ты берешь его как своего пациента, ты делаешь очень серьезный шаг, потому что ты выстраиваешь с ним отношения на тонком плане, которые будут продолжаться до того момента, пока человек, скажем, ну, например, он скажет, все, я разочарован, вы мне не смогли помочь, я пойду найду себе другого специалиста. Или в тот момент, когда умирает врач или когда умирает пациент. Ибо эти отношения существуют, да. Конечно, они даже существуют. Когда мы вылечиваем, вот пациент обратился, бывает, обращается, очень даже тяжелое заболевание, например, рак. Удалось его вылечить. Даже если там была четвертая стадия, удалось его вылечить. Но, это же не значит, что он сказал, спасибо, до свидания. И мы расстались и больше не видимся. Порой к нам приходят пациенты, которых мы лечили там 10, 15, даже 20 лет назад. Они говорят, вы помните меня? Вот я была у вас еще там ребенком, например. Но сейчас я пришла, у меня появились, вы тогда меня вылечили, а вот у меня сейчас появились совершенно другие проблемы. Или приходят там люди, которые говорят, мы у вас лечились очень давно, а сейчас мы хотим, чтобы вы лечили там наших детей или наших внуков. То есть, отношения между врачом и пациентом, если врач берет за него ответственность, они переходят в определенную форму любви, которая называется, да, серас. И это иметь такого врача, если человек имеет такого врача, это большое счастье. А если врач имеет пациента, который может следовать рекомендациям врача и одерживать победу над своими болезнями, то это тоже великое счастье для врача. То есть, эти отношения, они продолжаются всю жизнь. Понятно. Игорь, мы в прошлую программу начали такой лекции интересной, которая называется «Рассаяна». И у вас цикл есть лекции «Рассаяна». Напомните, пожалуйста, о чем идет речь. Ну, а потом у меня будет несколько вопросов в связи с этим, и мы тогда уже перейдем к нашей конкретной тени, теме нашей программы. В двух словах, «Рассаяна» – это один из базовых разделов аюрведы, а «Рассаяна» – она посвящена омоложению организма. Вот если человек находится уже в преклонном возрасте, а если он еще молодой, то это методы, которые позволяют сохранить молодость, потому как человек, для него очень важно не столько прожить очень долго, сколько, ну, до конца жизни быть социально активным. Вот так бы я сказал. Хорошо. Ну, вот в этой связи, есть ли какие-то, скажем там, рекомендации человеку даются по образу жизни? Вот есть такая поговорка «Мы то, что мы едим». Как вы к этому относитесь? Мы действительно то, что мы едим? Да. Конечно, люди сейчас разделились на тех, кто ест все подряд, все, что движется и не движется. Есть люди, наоборот, которые являются, там, допустим, веганами, и не просто вегетарианцами, но они вообще веганы, то есть они не едят никакой животной пищи, потому что они говорят о том, что, ну, хорошо, даже если мы употребляем молочные продукты, но для этого надо выращивать, там, коров, косы и так далее, которых потом будут забивать. Вот, поэтому они, так сказать, вот эту идею продвигают, чтобы показать, что можно жить без этого. То есть есть разные варианты. Есть люди, которые не едят каких-то определенных продуктов, там, кто-то не ест свиней, там, кто-то не ест коров, кто-то еще. Вот. Но, если мы даже возьмем один и тот же продукт питания, выращенный в разных местах планеты, и, соответственно, обработанный, там, он чем-то был при выращивании удобрениями или потом для сохранения консервантами, ксенобиотиками. И, что более важно, как он был приготовлен после этого и в течение какого времени после этого съеден, то мы получим совершенно разную частоту вибрации. Это частота вибрации, которую в западной медицине, ну, практически, будем говорить, учитывают на уровне того, что говорят, да, там, какие-то витамины определенные, там, тот же витамин С, он быстро разрушается и так далее. Вот на этом уровне учитывается. Но та составляющая, когда мы говорим, тонкая энергия пищи, прана, в том отношении, что она через 4 часа практически уходит, ее остается, ну, а уже после захода солнца, это совершенно точно, поэтому, если человек съедает пищу, которая, и он питается только свежими продуктами, то у него совершенно иной появляется тип тела, тип сознания, он по-другому начинает видеть мир. Например, у нас часто спрашивают, а почему, допустим, не стоит употреблять там мясо, скажем, да? Вот мы говорим, да, вот у нас, например, в аюрведической медицине врачи не имеют права, врачи их называют вайди. Хотя в канонах есть там рекомендации употреблять там мясо для определенных людей, но сам врач, он дает клятву. В основном только к шатриям, насколько я помню. Нет, но врач дает по-любому клятву о том, что он никогда не прикоснется, ни при каких обстоятельствах, кроме одного, если он будет умирать от голода, а всех остальных обстоятельств никогда не будет есть мясо. А почему? Извините, это касается не только красного мяса, это касается и рыбы, и птицы? Ну, в основном это касается мяса, конечно. С морепродуктами там меньше ограничений, потому как... Это связано еще попутно вопрос, чтобы я не забыл. Это связано с той миссией Будды, который пришел на Землю, чтобы дать не насилие Ахимса, или это все-таки связано именно... Вот принцип такой, вообще не есть мясо. Нет, дело в том, что Ирведа зародилась задолго до прихода Будды, поэтому принцип Ахимса был просто необходим, потому что Будда представлял, что будет происходить в Средние века, какое насилие будет твориться не только по отношению к людям, но и к животным. Вообще, просто есть центры, высшие центры интеллекта, которые блокируются, если человек ест мясо. Я уж не говорю о кармической составляющей, о сострадании к животным, это все этический момент. То есть мы возьмем даже чисто практикующего врача, вот, например, мармотерапию, мармомассаж, который он... Его может освоить только человек, который отказывается от мяса, да? А это значит... А что такое мармомассаж в отличие от других? Это же работа не только на физическом уровне, это работа на энергетическом уровне, это работа и на психологическом уровне. Как только человек начинает есть мясо, у него блокируются центры, много было уже, вот, обучались люди, потом они не могли соблюдать этот принцип, они ели мясо, и все, и у них поток перекрывался, они не могли выполнять мармом. К ним переставали идти пациенты, они это чувствовали, они не могли объяснить, почему так, но к ним переставали идти просто пациенты. Да, и я уж не говорю про диагностику, потому что для диагностики нужно иметь высшую интуицию развития, воображение, то есть это сахасрара развития должна быть, центра сахасрара. Он перекрывается очень сильно, потому что мясо очень сильно заземляет, заземляет настолько сильно, что человек, да, иногда мы говорим, а вот, оказывается, вот были там разные ясновидящие, которые ели мясо и так далее, но у них была такая мощная эта система, что даже мясо не могло перекрыть этот поток. Но если бы они не ели мясо, то у них было бы это еще больше. Как считается, все-таки многие говорят, современные, в основном, конечно, врачи, говорят о том, что человеку надо энергию получать, откуда протеин надо, откуда человек может получить этот протеин? Протеин или белок, ну, во-первых, он содержится везде, он содержится в зерновых и в бобовых, но здесь скорее больше речь идет о так называемых незаменимых аминокислотах, вот эти незаменимые аминокислоты, они есть в молочных продуктах во всех, так что в этом проблем нету, они есть в соевых продуктах, они есть в грибах, но с грибами там тонкость такая, что белковая молекула окружена хитиновой оболочкой, и чтобы извлечь эти аминокислоты, нужно грибы при приготовлении обязательно перетирать, если вы хотите, если вы не употребляете, например, вы веган, вот веган, они не употребляют никаких тех самых, но у них нет нарушений, потому что есть еще одна вещь, которую тоже должен знать современный человек, и эти исследования последние, они это все показали, подтвердили, наш кишечник, толстый кишечник, это огромная, такая, я бы сказал, алхимическая лаборатория, там есть бактерии, которые способны синтезировать вот эти незаменимые аминокислоты, там есть бактерии, которые могут один микроэлемент превращать в другой, то есть практически всю таблицу Менделеева создавать, почему в Айурведе есть такая рекомендация, быть осторожным с луком и чесноком, потому что как раз эти бактерии очень чувствительны к луку и чесноку, поэтому когда... Извините, а разве это не связано с тем, что лук и чеснок, он разжигает, ну, если можно выразиться, первую чакру, то есть сексуальное влечение? Они по своим качествам, действительно, притупляют некоторые высшие тоже центры, но не в такой степени, конечно, как мясо, и, собственно говоря, если человек, если он не веган, если он лактовегетарианец, или он употребляет морепродукты, то для него употребление лука и чеснока, ну, единственное, что поскольку они афродизиатики, то если он, например, соблюдает какой-нибудь там, ну, я не говорю, там, целепат... Извините, можете перевести на русский язык вот это слово? Афродизиатики – это растения или продукты питания, которые повышают потенцию, повышают либидо. Да. И поэтому, если человек, например, в силу религиозных каких-то соображений, духовных практик, он ограничивает свою сексуальную жизнь, то, с этой точки зрения, конечно, лук, чеснок. Но мы... Вообще, лук, чеснок – это замечательное лекарство. Мы их широко применяем в Айурведе при разных заболеваниях, но мы не рекомендуем пациентам их использовать повседневно. Просто у нас так получается, что европейские страны, американские страны очень плохо знакомы с культурой применения специй. Они просто... Специи-то все есть. В магазинах все можно купить сейчас. А вот как ими правильно пользоваться, не знают. Из-за этого думают, что лук, чеснок надо каждый день добавлять в пищу. То есть, основное, как вы сказали, почему не стоит употреблять лук и чеснок в пищу, это вот эти бактерии, правильно? Да, это уничтожение сапрофитов. Хотя сапрофиты, конечно, сейчас в большей степени страдают даже не от лука и чеснока в наше время, а от ксенобиотиков. Вот этих вот консервантов, которыми обрабатывают пищу, чтобы она не портилась. Но эти ксенобиотики, они, кстати, разрушают пран. Тоже еще один момент очень важный. То есть, они ими и являются, луки чеснок, да? Нет, просто я сказал, что они разрушают эти бактерии, но гораздо сильнее их разрушают ксенобиотики. Я не говорю уже про антибиотики, но я говорю, что даже ксенобиотики. Вот смотрите, если вы берете там яблоко, грушу, вы ее можете раздавить или там просто разрезать. И в помещении где-то, ну, там, 20-25-30 метров через какое-то время это помещение должно заполниться ароматом свежего яблока или груши. Но если этого не происходит, если клубника, которую мы в детстве помним, как она пахла, да, когда ее собирали с клумба, она пахла, у нее был такой аромат, что он разносился по всему дому, то теперь клубника вот в этих упаковках, которую продают, если ты открываешь, она вообще никакого аромата не имеет. То, значит, она обработана до такой степени, что там убита вся энергия. И пользы нет от этого. Вот в чем все дело. Ну, как в таком случае нам необходимы ведь фрукты, нам необходимы витамины в них, вроде бы как-то содержатся. Тогда вообще ничего не надо есть? Нет, я думаю... Нет, я думаю, что нам нужно вначале людям объяснить почему, да, потому что если людям объяснишь почему, то они начинают уже тогда что-то менять в своей жизни. Например, вот если с позиции, например, такое направление, как васту, да, есть, ну, оно больше известно на Западе как фэн-шуй, хотя фэн-шуй – это очень узкое направление, васту. Вот. Значит, если человек строит дом свой собственный, то я понимаю, что когда он живет в каком-то крупном, там, в каком-то огромном доме, где проживает множество семей, он не может там ничего уже изменить. Но если он строит свой собственный дом, то почему по-прежнему, по-прежнему архитекторы берут фановую трубу и трубу эту самую, обычную, по которой идет питьевая вода, они ставят их рядом. Но когда людям объяснить, что, вы знаете, что вода обладает памятью, и вода считывает, и то, что вот эта вода канализации, она перепрограммирует эту воду, которую потом человек пьет, на которой готовит. Если люди видят, и они видят результат этих исследований, которые сейчас проведены были особенно широко в Японии и в Швейцарии, и они видят эти вещи, видят замороженную, вот какое он имеет их, то они начинают думать, да, я в своем доме так не сделаю, и я попрошу этого архитектора, чтобы он эти трубы расположил в разных местах. То есть, он сделал этот проект. Также с продуктами питания. Вот сейчас появляется, ну, в Америке это уже давно я знаю, в Европе уже много это лет, а и у нас тоже в России, тоже уже смотрю, по крайней мере, в крупных городах, в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге уже появляются магазины, которые на Западе известны как магазины органического питания, или там у нас они называются магазины здорового питания. Да, там продукты все дороже, но, как ни странно, очень много людей, то есть, сейчас все больше и больше людей среднего класса, которые узнают, узнают через различные там книги, передачи, семинары, и идут туда покупать продукты. Потому что эти продукты выращены, например, без, допустим, каких-то, ну, например, они выращены что-то на коровьем навозе, то есть, там закупка идет у фермеров, скажем, или они не обработаны ксенобиотикой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok